Андрей Исаев падение цен на нефть и санкции дали РФ новый импульс Андрея Исаев Рисунок к статье На днях в Госдуме состоялось заседание круглого стола, инициированного партией «Единая Россия», на котором рассматривался подготовленный Министерством образования и науки комплекс мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования Читайте также, Исаак Калина У элитных школ в Москве появились конкуренты падения цен на нефть и санкции С одной стороны обнажили наши слабости, а с другой дали импульс к серьезной, основательной работе по развитию конкурентноспособного отечественного производства И в этом контексте роль среднего профобразования чрезвычайно велико К сожалению, недооценка на протяжении ряда лет его значимости в сочетании с необоснованной доступностью образования высшего привели к значительным перекосам в обеспечении экономики квалифицированными рабочими кадрами За период с 1993 года по настоящее время подготовка их в России снизилась драматично готовили 1,75 миллиона человек, а сейчас только 770 тысяч, сокращение почти в 2,5 раза В то же время число студентов вузов практически удвоилось, выросло с 2,6 миллиона до 5,65 миллиона человек Серьезными основаниями к снижению популярности среднего профобразования стали Во-первых, заниженная зарплата для многих рабочих, особенно в сравнении с доходами руководителей различного уровня А во-вторых, ослабление и иногда даже разрыв связей между учебными заведениями и предприятиями реальной экономики После передачи с 1 января 2012 года государственных образовательных учреждений с постфедерального уровня на уровень субъектов ситуация в некоторых регионах стала меняться в позитивном направлении Однако во многих областях положение не улучшилось Среднее профобразование находится на обочине, его финансирование осуществляется по остаточному принципу И нередко качество подготовки рабочих кадров вызывает негативную оценку работодателей Интересные факты, что должен знать каждый выпускник В этом году подготовленный Министерством образования и науки Комплекс мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования Важный шаг на пути решения проблемы Однако мы считаем, что в разработке таких документов должны принимать активное участие и Министерство труда и социальной защиты, и бизнес-сообщество Потому что повышение качества обучения невозможно без приведения в соответствие образовательных и профессиональных стандартов, учебных программ и требований работодателей В заседании нашего круглого стола принимали участие представители Министерства труда, профсоюзов, предприниматели, ученые и эксперты Совместно нами были выработаны следующие рекомендации Министерству образования 1. Проанализировать, достаточно ли имеется учреждений среднего профобразования 2. Увеличить стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований 3. Возвратить на федеральный уровень некоторые из учреждений, готовящих работников по узким, нужным стране, но не всегда востребованным в регионах профессиям и специальностям 4. Стимулировать работодателей к активной материальной поддержке СПО, включая предоставление бизнесу налоговых преференций 5. Прямо финансировать из федерального бюджета организацию учебного процесса по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим специальностям 5. Уверен, что подготовка по этим 50 профессиям в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями тот локомотив, который потянет за собой все остальное среднее профобразование 6. Надеюсь, что в ближайшее время рекомендации будут учтены 6. Комплекс мер по совершенствованию системы СПО доработан и профтехобразование станет более привлекательным для молодых людей 7. Комплекс мер по совершенствованию системы СПО доработан и профтехобразование